Всем привет! В этом видео приготовим торт колибри. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Я использую консервированный ананас. Его надо порезать на мелкие кубики. Из банана надо сделать пюре. Далее банан перекладываем в чашу. Туда же добавляем ананасы. Добавляем растительное масло, сахар, ваниль, соду, корицу, яйцо. Все перемешиваем венчиком. Можно и миксером. Просто перемешать до однородности. Добавляем муку. Перемешиваем до однородной массы. По желанию можно измельчить грецкие орехи и добавить в тесто. Эту порцию теста я поделила. на два кольца 16 сантиметров в диаметре. Выпекаем эти бисквиты 170-180 градусов примерно 20 минут. Готовность проверяем сухой палочкой. Я выпекаю 170 градусов, но тут надо смотреть по вашей духовке. Готовый бисквит немного остужаем, достаем из формы, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник до второго дня. Потом достаем и разрезаем на коржи. Можно использовать вот один такой корж, только снять с него верхнюю шапочку и использовать толстый корж. Но я разрезаю пополам. Внутри он такой красивый, с кусочками ананаса, очень ароматный. Вот эту верхнюю пленочку тут образуется такая влажная, липкая сверху. Пленочку я всегда срезаю у всех бисквитов. Бисквиты очень влажные, их не надо дополнительно пропитывать никаким сиропом. Готовим крем. К этому бисквиту лучше всего для меня подходит крем из маскарпоне и сливок. В чашу добавляем сыр маскарпоне, добавляем сливки, сахарную пудру, ваниль или корицу. Это уже по желанию. Все взбиваем миксером до такой плотной воздушной массы. К этому бисквиту мне вот нравится конкретно вот такой крем, так как бисквиты сами по себе очень такие влажные, а не на растительном масле. Поэтому я масляный крем не добавляю, а вот крем на сыре маскарпоне. Я еще приготовила банановый крем. Рецепт уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Банановый крем приготовила, заморозила, достала из формы и вот такой замороженный кладу на бисквиты. Этот крем с очень ярким банановым вкусом. Поэтому, если вы не любите банановую выпечку, то можно не ставить вот эту прослойку из банана. Прослойка получается довольно темного цвета, так как там внутри корица и коньяк. Собираем торт, покрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник примерно на 10 часов для стабилизации. И потом, конечно, украшаем по желанию. И вот смотрим на разрез торта. Вот такой торт колебри. Ароматные бисквиты с нежным сливочным кремом. Очень яркая банановая прослойка. А в бисквитах выделяется вкус корицы и грецкого ореха. Яркий, нежный, вкусный торт получается. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok